Они там, где наиболее опасно и помощи ждать больше не от кого. 83 года подряд военнослужащие этих войск находятся на передовом рубеже. Сегодня свой праздник отмечают голубые береты. Несмотря ни на что, они не изменяют своим традициям. Уже утром десантники собрались в парке Победы, чтобы возложить цветы и почтить память погибших друзей. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Желтый парашют на фоне голубого неба. В этот день флагами ВДВ украшены не только боевые машины, но и дорогие иномарки. Раз в году десантники облачаются в военную форму и одевают голубые береты. Неизменный символ этих войск. Войска дяди Васи. Именно так сами десантники с юмором расшифровывают аббревиатуру ВДВ. Но доля смысла в этой шутке есть. 25 лет вплоть до 1979 года этими войсками командовал Василий Филиппович Маргелов. Это и есть тот самый дядя Вася. Военнослужащий называет его десантником номер один. А еще их называют крылатой пехотой. Именно 2 августа 1930 года на парашютах десантировалось первое подразделение ВДВ. Произошло это на учениях Московского военного округа. 12 солдат вошли в историю. Именно благодаря им военные теоретики увидели все преимущества воздушной тактики. Их принцип не изменен. Никто кроме нас. Голубые береты принимали участие в самых ожесточенных боях. Игорь Афанасьев служил в Афганистане в легендарном 345 полку. Туда он попал в неспокойное время. Порой приходилось сражаться, даже когда силы были неравны. 14 декабря 1985 года, где большая группировка войск Акмедшаха, порядка 2500 маджахедов, вступила в бой с нашим полком. И тот полк у нас был неполный. В общей сложности было где-то 5 рот. Те, кто служил в этом полку, даже номера на машины устанавливают символические 345, чтобы однополчане друг друга узнавали издалека. Каждый год в одну колонну встают офицеры и те, кто недавно вернулся из армии. Для некоторых торжества становится хорошим поводом для встречи с боевыми товарищами. Из парка Победы под звуки оркестра голубые береты прошли и проехали торжественным маршем по улицам города. Хотя даже в такую нелетную погоду многие из них готовы подняться в небо и выполнить боевые задачи. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.